добрый день добрый этот вопросики благодарю вас за ваши молитвы кстати такая необычная ночь была вчера же было распятие иисуса христа сегодня ночью как бы ну там не было креста как бы не видно было во сне но дело в том что я был шатре и молился и потом шатер я так понял что иисус вошел с громом я там упал на колени потом получается всю ночь во сне я плакал то есть я там его обнял и очень сильно плакал вот это мне непонятно если нет креста во сне это значит что точно не от бога да нет не точно но нельзя сказать что точно от бога то есть там вариантов много и на исповеди когда бываешь всегда спрашивать не веришь ли с нам то есть церковь не рекомендует верить но бывает так что прям на сердце ложится какой-то опасности предупреждается понял вот такой сон был мне как-то очень легко так после него стало сегодня а че он сон отдают даже вы вы его видели теперь как его притворять толковать надо что-то вы и так знаете что господа любить надо сердце ваше открыто ага ну просто странно было как то все как то ну я даже об этом ничего не думал просто такой сон возникнет я все время вижу что опять с ректорами в университетах договариваюсь проводить занятия а уже сколько времени там везде дала москва указания нигде не допускает а я же столько лет провел там уж не один десяток лет можно сказать и во сне это снится вижу даже ректора который умер я веду в одном месте занятия договариваю другом университете как вот у меня было везде я за места имел чем дышишь тем и то и видишь ну ладно тогда начнем с вопросов у меня тут лично вопросы и по библии и там я от друга моего артемия вопрос номер один что нужно минимальных христианину чтобы иметь надежду на жизнь вечного что минимально нужно исполнять чтобы у него была надежда что он спасется а вот когда подошел один юноша и спросил что делать чтобы наследовать царство небесное он минимально не спрашивал господь знал только максимально всем умом всем сердце минимального нету господь не согласен вопрос поставлен неправильно ответ на него не может быть дан минимально в библии не указывается минимально делать это значит погибнуть многие бегут на ресталище на один получает награду насколько надо чтобы бежать хоть сколько беги все равно еще не получишь ты должен вырваться первый быть вот тогда получишь награду вот и весь ответ максимально а максимально значит должен отвергнуться самого себя это первая первая ступенька разбери что из чего ты состоишь твое я попри его расставщи ногами и отбрось а вот значит несколько не не завидуй не ревнуй не гневайся и дальше не не вот это большинстве что нам мешает ну и естественно дальше как пишут об этом все священное писание святые отцы отвергнуть себя ты с радостью должен взять крест который бог тебе дал не самому выпрашивать а бывают какие-то недостатки гонения от родных от близких несправедливое поношение ну путь господа нашего иисуса христа вот смотри на него взирая горит следует за мной вот и всего павел горит подражайте мне тогда более понятно как я христу а он христу как на сто процентов это думал проповедует другим чтобы самому не оказаться недостойным так кто задавал вопрос минимума скажи здесь нет по минимуму чтобы ты тебе не замерзнуть живешь комнате ты можно вести до пяти градусов ниже кровь застынет тут еще можешь ты а для того чтобы по минимуму тебе где-то еще работать ты видишь меньше зарабатываешь за квартиру не платишь тебя выгонят в земных делах можно божественных нету только максимально но максимум твой для другого он может быть как раз минимумом ты должен свое данное тебе от бога здоровье имение все выложиться до конца всем умом всей крепостью это твоей крепостью всей душой всем разумением а другой меньше знаешь меньше спросится тогда вообще не знаю балдой умрешь ничего нету ты наоборот должен развить талант чтобы не казался закопанным все время у тебя ты сам не будешь знать откуда приходят новые тебе мысли чувства молиться вот сейчас на меня вышли с украины лонгин там этот который корпус и вот чтобы я отдал ответ потому что у вас большой опыт я 44 года лагерь веду это не два дня а их там ювенальные сицы сейчас начинают душить ну я сказал как у нас а у вас я только одно могу сказать что вас сто монахов и в одном месте это неправильно оставьте больных а сами идите проповедуйте по всему миру у вас есть румына идите в румынию открывайте шенген дальше идите украинцы на украине русские идите на грусть и тогда всем говорите о христе ну и говорите о своем положении у вас будет молитвенников много это первое во вторых вы перед богом будете оправданы за вас будет господь а вы сидите еще подгузники ребятишкам менять здоровые дядьки два три четыре пять храмов построили за ограду можно их 100 построить кому не нужны в россии было пятьдесят семь тысяч храмов пятьдесят семь тысяч не один и 1275 монастырей и все под корень и порубили перед революцией и поэтому еще ты строишь здесь землю она все камни на камни бог не оставит а то что ты делаешь для неба то уйдет туда и он зато вот и ты подал нуждающемуся и в ту же минуту это оказалось на небе а другой старается переезжать где-то тогда были сундуки закованы сундук этот с цепями прикованы к телеге воинов нанимаете вместе с воинами с цепями убегает богатство а ты подал нищему который под окном крещит и в тот же день все у тебя никто не отнимет при том надежное хранилище помоги нуждающемуся вот как надо рассуждать насчет лонгина он бы вам лучше сам позвонил было бы здорово сам услышал прямые ответы там что-то другой задавал вопрос не понял там же кто-то другой задавал вопрос а не лонгин передали мне администрация с ними связалась а сегодня его сын на меня вышел через контакт потому что я то там не бываю они туда выходят а администрация модераторы перекидывает ко мне на форум и и вот на форум перекинули и дальше их которое главное там по публикациям от него получили письмо мы ему передаем сегодня я дома все это рассмотрю не письмо ролик чтобы я специально составил ролики он у меня стоит видели ага ну вот об этом а сегодня вышел сын его с фотографией все ну какая разница я только написал они ту же минуту перекидывает ему ответ один всем умом не я сказал как у нас как дети какие плакаты мы вывешали как мы противостали нам еще не могли сделать ничего 15 комиссий за лето краевых было это чего-то стоило и мы отбились и сохранили все мало того они проиграли по всем статьям оплатили это все и по выгоняли с работы кого где нашли разбитым убитым и потому что мы очень сильно вопияли к богу и господь разметал все в пух и прах вот я им дал такой совет нигде не нарушайте заповеди божьи старайтесь войти в конституции своей республики или страны а если конституция не совпадает со словом божьим приоритет конечно слову божию а тут у вас просто просто все в одном месте дети инвалиды то другое они вырывают ну вырывают пусть но а где нет дадим дети чтобы держали друг за друга отберут волк похищает овсу бывает и гненка вытащит это в природе всегда так вы не виноваты вот меня жена постоянно спрашивает вот господь сказал этому юношу чтобы он продал все свое имение да она говорит ну что мы тоже тогда должны продавать все и идти проповедовать он пошел потому что считал что что еще нужно сделать тем заповедям который господь чтобы быть совершенным и господь видя на что он зациклился это ему и сказал ты-то этого не спрашиваешь и тебе ответа нету он вопрос задала получил ты-то не задавала если ты будешь задавать вопрос дескать то что известны заповеди мне этого недостаточно дай мне еще что-то крепше на луну полететь или что-то зачем себя туда представлять жена неправильно вопрос ставит опять же этот вопрос касается только юноши это требование никому не выставлено продать все имени у самого павла был филонь кожаной книги карпу то есть у павла тоже что-то было а где он жил которого принимали акила и прескила он жил у них это его были соратники он им не говорил продай а иначе где бы я остановился андроник июня и там перечисляют послание криминам 16 глава посчитай сколько то они своим домом были а филимону пишет послание филимон это был рабовладелец и он ему не говорит все продает а только прости что тебя анисин своровал послание об одну главу филимону но он же не говорит ему ты продай имение он его не спрашивал если бы спрашивал павел бы сказал если тебе ну нет где голову преклонить там каморку какую-то оставь один вот такой был филарет милостивый он все отдавал такой простотой простой был такой ну дом то большой он все раздал кто не придет он дает вот пашет один подошел а у него два вала пашет и говорит у соседа то ведь сдох от болта ты бы не мог ему на один день дать ему так что на день забирай совсем отдал теленка отдал он говорит ребят теленок то дай корову забирай тогда и когда все раздал а в богатый такой был то у него знатный дворец такой ну и заходят и есть они еще дети мои уж не как отца как странника может покормите сегодня странников то научил их принимать да пап тятя садись за стол и вот от время от царя вышло повеление пульхерия стала искать своему брату будущему царю константину невесту и по всему государству зашлись ну и там где-то в вселене говорит а там что за крыша такая по евро ремонту прям видно такая да это был богатый разорился такой мужик говорит прямо хоть не ходи к нему придешь говорит просить рублю он 10 даст они пришли а там такие красавицы дочери то и марию как раз осватали она будет царевной его ему сразу отделили он царь-то дед и он опять начал раздавать в один день разбогател видишь как все устроено защите и житья святых говорит об этом кстати вот я вам потом после ролика нашего писал там что помогать как помолились за меня там трудно было молитва или нет у меня написали ответил за краешком и я до сих пор думаю что это значит а вот думай так и сказал тебе чтобы ты думал не дадите ответ священное писание дает я частенько так даю для размышления а ты думай мне далеко ли было это слово подобрать я вам первому которому ответил так стиха никакого не скажете да нет не скажу ты все знаешь видишь я ничего не выдумываю я просто молюсь и благодарю бога заранее что так господь все делает что тут не догадаться то ты будешь делать два вывода в первую очередь ты не в центре событий у меня ты скажешь краешку и дальше и не совсем я забыт а все таки я нахожусь за столом на краешку ты уже дворя ты уже взял смысл этот видишь как то есть тебе больше души нету ну и все вот у нас сейчас 15 мая будет деревни день деревни приглашенные гости будут и был бы рядом поехал но далековато новосибирск хорошо и на тихо начать счет вот смотрите вот человек крестился все пришел в православие что как ему дом свой строить на скале то есть чего ему начать вот то что он должен поэтапно делать первый этап такой-то должен вот это делать второй этап выше ступеньку вот это делать третий этап вот это делать и только постепенно понемножку помаленьку чтобы он усовершенствовался духовно писание этого не говорит нету этого вот эти три этапа они совершаются сразу а что постепенно я это буду делать а там подождет меня и самый главный когда этап подойдет а жизнь кончилась этого нету это люди надуманные вопросы вы третий вопрос задаете неправильно первое павел говорит 15 глава первое послание коринфа я как мудрый строитель положил основание в основание знаете о чем там написано основание на иисусе христе конечно что он умер за нас что он возлюбил нас когда мы были грешниками и на этом смотри кто как строит дерево сено соломы или же и золото серебра драгоценных камней вот тебе сразу как может быть по одному зернышку ложить ну сколько есть но только определенно не из сена это сгорит а что такое сено и солома ты считай вот откровение и сказать это толкование блаженна фофилакта зачем я буду пересказывать святые мысли там все есть мне когда нужно я туда заглядываю правильно ли не сбился ли нет все правильно и складывай все притом никогда не бери по малому ну еще прервала но часа связи у нас это нехорошо если еще два раза прервет на этом закончим давай по делу а ну насчет скалы нас же нужно на скале же строить правильно вот на скала господь я говорю 15 глава 1 стих 1 коринфянам еще внимательно посмотри толкование блаженного фофилакта и никогда не мудрствуй что святые отцы установили вот этого и держись крепко держись никео цареградского символа ни одной буквы не допускай чтобы изменено было только в духа святого господа истинного ставь истинного его никон выбросил дух истины он не может быть не истинно потому что впереди написано бог отец и сын бог бога истина от бога истина это безрассудно сделали третий вопрос какой должен быть муж жена то есть характеристики но пероще и подкаблучник понятно это само собой слово твое должно быть твердо разумно это не просто так лучше бы тебя было не жениться если ты еще попала вытворять будешь жена это вроде как а вдохновение ему какое-то это труд самый настоящий труд привели к истине к познанию истины поэтому ты должен в первую очередь заботиться чтобы они все были обращены к богу познали привести к вере к вере православной от твоих сил многое зависит ну и дальше физическое твое состояние работа должна быть иногда детей много бывает две работы надо брать хозяйство обязательно в деревне это проще и по за лето бываем и сколько там тратим то но только там покупаем если что-то остальное где-то как-то достаешь и зелень своя а тут любую редиску иди купи лучок а я сейчас вышел вот здесь у меня уже под окном растет еще не надо искать я такое один сейчас на ребята-то уехали я один все дело и варю и и картошка есть ну сегодня день это единственная суббота в году постная единственная пост вот так у нас помидоры 250 рублей килограмм стоят ну вот обойдешься без них мы их не берем никогда когда свои будут бесплатно а сейчас надо садить ухаживать и в деревне все есть абсолютно все ну батюшки сейчас приглашает пасха же там при люди приезжают он уже барашка щекнет ну там другие заколит сам то он нет и у него там всегда все что требуется есть у матушки курицы там держит много курицы яйца есть молоко там всегда можно найти а в деревне проще все это надо в деревне прибиваться на тихо начал от дела все таки подробно описано вообще какой должен быть характер у мужа какая должна быть женщина как она слушаться должна что вообще как они друг другу должны относиться то есть есть какие-то подробные книжки или как этого этого в священном писании достаточно муж есть глава учить жене не позволяю вот у нас есть к истинному православию на сайте может она у вас книга то есть и там о семье там все написано это повторяться не буду абсолютно все примеры какие должны быть жены где-то а вот она не слушается но тебя зависит сначала ты ей зачем ты брал и такую-то вред кто знал то кто знал то ну вот кто то но не знал тебе молиться больше тебя выхода нет ну не будешь же ты ее как он сосед лупит ее каждый день оглобие бей а я все свое они упорные такие она может тебе такое состряпать когда ты спишь но ты не проснешься поэтому только любовью и лаской как филип филиппович говорил собачьем сердце но если она непослушная можно ее отсечь от плоти своей и уехать мусульман специально учат как правильно бить жену некоторые православные златоусть никому не советую это я не советую даже пальцем не трогай единственное что ты можешь делать усилить пост пост свой молитву и все не смотри что это будет выглядеть как бы отступлением нет это молитва потому что сатана ею крутит как хочет а против них пост и молитву просто простое лекарство ты можешь рассказывать наказывать и как я слышал такой рассказ а узбек на украину приехал там ну и как-то познакомился и женился оксана хорошая красивая у него когда на работу не ладно он пришел ей и говорит вот если я говорит прихожу домой у меня тюбетейка вот так вот надета прямо защита у меня все на работе хорошо а если богом ты лучше меня не трогай у меня такое раздражение нагрета хорошо это ваше обычное теперь слушай если игры ты приходишь домой а у меня платок сбиты плевал на твою тюбетейку прямо на тебя или боком стоит и чтоб было помой его в таком случае это крепкий то мужик говорит и закосы дам забор но это не можем этого его шваркнуло как у меня близкие знакомые я говорю че я говорю как ты приучил да никак говорит как я за закосы топор взял к щурке поди подвел и последний раз и все она поняла глаза под лоб закатила оттащил и горит пнул ее идешь или уходишь все и как прожили ну прожили всю жизнь где-то лет шестьдесят жили вместе ну я вам рассказывал рассказ как он раз считал раз-два-три то да 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 вот тебе пожалуйста я знаю это что она будет делать не так ну ты-то для чего то есть надо быть гибким в этом вопросе потому что это не а она то если она не верующая желает она же должна жить она не слушается это не причина даже она не верующая желает жить апостол павел седьмая глава коринфянам первая говорит не дает совета вот такое дело а жене говорит даже если изменяет изменяет муж чужой бабе ходит василий великий говорит ты можешь развестись тогда уже но и тогда не даем совет перегорит переморщися а потом сохраненная семья будет ты не знаешь что с тобой будет тут надо с терпением это немало терпение выходить жениться замуж это надо надо приготовиться к этому они просто она понравилась она такая она такая значит чем она красивее тем она болезненная она излеженная и ты будешь только играть на аптеку работать отвать ее оттуда чтобы таблетки ни одной не глотала это не просто так вот меня бог наградил это и мне никогда не приходится жену будить у меня близкий товарищ верующий такой крутой крепкий а я не прям не может приучить вставать рано она лежит и все не могу начнет стонать а мне не надо только даже минута одна она еще раньше соскочит в 4 40 она уже на ногах вот так все приготовить на когда я сидел она такое показала где она бывала куда проникала в тюрьме там на стрелях крана подняли над лагерем везде абсолютно везде успевала и в москве и подняла и молиться где и где ходатайства какие то есть выше этого ничего нельзя сделать что она делала это бог делает ты ее видел там смотреть не на что рухлит а когда дело дойдет ей равных нету понятно на тихо начну смотреть если вдруг ты какого-то предела доходит до что она прям не слушается тебе то в руки бога же ее можно отдать это самая последняя инстанция да ну конечно но только не не то что я прошу господи накажи это не надо господи ты знаешь мне тяжело и как вот если куда-то переезжать или что то если бы это просто переезжать ты решил переезжать на север ее не спрашивать не надо собралась и поехала но здесь речь идет о вере это никогда не было куда иголку туда нитка поговорка-то гласит она вся нитка себе нитка с узелками она обрывается и все она оторвется она останется без мужа она решила делать по-своему но тут по вере касается среди православных а она баптистка ей тяжело будет тут не никак нельзя поспешать сначала ее привести к богу вы видели там который строит дома лёша она приехала так она каждому цыпленку ягненку радуется там все фотографирует второй ребенок сейчас родился увидел сам но на заре она просто радуется а другому нужды никакой нету надо полюбить это все в деревне жизнь для детей лучше не придумаешь особенно когда все верующие для воспитания детей наша деревня просто трудно придумать чтобы что-то лучше еще все верующие наблюдают помогают охота знаете какую жену которая вот в притчах была вот 31 глава 10 10 по 29 стих помните какая должна быть жена это было классно следующий вопрос тогда если выбор у человека когда бог ожесточает сердце у кого у человека если выбор при этом если бог когда твое сердце ожесточает ну к примеру как моисея когда правитель не отпускал то с египта ему бог ожесточал сердце постоянно у него был ли выбор вообще свой 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 зачем свой тому да будет воля твоя мы же молимся и он знал ему надо идти и он шел а почему бог ожесточал чтобы на нем явить гнев божий у бога придет ты иди а я ожесточу окажется причем тут пора он а ты кто что споришь с богом апостол павел данном случае не объясняет а просто крикнул замолчать это тот вопрос который не отвечает надо быть покорным воле божией ему сказал бери сына и заколи его ножом да игрушка что ли это сына родного а он не стал рассуждать взял и пошел это в веках поставлено ты знаешь авраама исаака больше такого бог никому нигде не предлагал так что остальное только теперь сатана будет наворачивать насчет поставок я что-то совсем запутался смотрите пост создан монахами правильно вот этот строгий пост который есть ну как что они там были только не миряне же конечно вот монахи все это на евангелие в руках то грится никто не держали они старались говорится через язык удержать людей через желудок но он уже есть я православный я все должен принять вот вы против канонизации я против но их канонизировали я им каждый день молюсь ведь моя позиция такая мнение мое есть но она ничего не стоит если у церкви уже высказанное мнение я абсолютно во всем на сто процентов подчиняюсь что не противоречит библии богу не противоречит библия это никак не противоречит посты как могут противоречить нет не насчет постов вообще так вот смотрите на тихоныч насчет постов просто я вот ну я с артемом с другом моим которого православие тут не ну когда он крестился полным погружением получается мой брат по христе постоянно у нас диспуты с ним возникает и он говорит что есть для мирян просто есть для монахов нет обман для монахов только ну не едят мясо больше ничего нету все остальное то же самое рыбу едят и яйца разрешено и молоко монах отличается от мирянина только тем что у него нет жены больше ничего нету это тоже самое также должен сон укорачивать себя в еде во всем во всем но дело то все в чем еще кстати вот я смотрю календарь православные о постах и я я там не вижу чтобы там три например первых дня в неделю да полностью не принимали пищу а вы так и делаете вы откуда берете большой устав по которому жила вся россия это все изменено они показывают называет экономия то есть послабление но не так решили пускай послабляет а мне зачем послаблять я знаю россия жила всегда по большому уставу и я с него все переводил и перенес на дни в новом стиле к истинному православию о посте на каждый день что разрешено по которому жила вся россия а они откуда взяли ничего никогда не говорят откуда самопроизвольно да притом в разных местах по разному говорят я поэтому не касаюсь на это сколько календарей не пересмотрел там нигде такого нету а где этот а почему ты смотришь календари которые изданы я после никона никонская реформа все испортила этого не было они сейчас даже господи владыка живота моего три поклона и в конце один четыре а 12 поясных они были все земные ну и что никон много что исказил но я знаю так но я делаю допустим земные поклоны у нас делают но я не могу из-за спины там после операции это а ребята все 12 получается 12 и 4 16 поклонов разве они помешают чего ради отменили то ты говоришь я не могу болеешь но определись почему ты если не может я может быть операция была как у меня на позвоночнике понятно так и это посты я после знаю особенно петров пост у меня поперек дороги стоит дети приезжают я не могу месяц целый я не могу ничего когда все у нас там есть дать мы были как раз тогда мы заменяем больше там рыбы гоним покупаем уже из города везем зелень разную и никто даже не замещает никто не похудеет как три отрока в плену у даниила я должен полюбить теперь и сказать мне как раз вот я за то чтобы три поста отменили все эти длинные посты осталось только 40 дней и среда и пятница это апостольское правило 69 но а если отменят отменят а я все равно буду соблюдать я бьюсь за то чтобы отменили но отменили не для меня для того чтобы в народе не было нарушения народ то нарушает а отменили теперь нарушения нет закона и нет нарушения пришел закон и грех усилился писание нам подсказывает это никто же не соблюдает там редко редко кто девяносто на раз лишним процентов нарушает ну зачем этот пост собрались и отменили его и здесь вот я пришел великий пост жареная рыба почему ну семинаристы да к чё они шахтеры какие никому не дается это где бы ты не работал а разве это правильно я не рассуждаю я православный все все вопросы сняты церковь православную установила и мне не надо рассуждать не надо сатану утешить а то зачем ты называешься называется там баптистом иди баптиста там не постани креста живи рот корытом еще получишь от бога павел говорит смиряя порабощаю тело мое покажи как ты порабощаешь а вот я порабощаю я хочу сегодня есть у меня сегодня такие судороги если я не воды не пил у меня все тело буквально вот так сжимается она испорчена меня в холодильнике держали в морозилке но ничего второй день он сегодня будет вечером поем ну а где этот устав можно найти тогда он у вас к истину православию а там же тебе он не нужен и вот и не найдешь нигде он только вот таких ну где-то сарабряческой библиотеки может быть есть к истину православию зайди на наш сайт открой сразу оглавление выскочит опастье к ней все пойдет у меня книгу книгу уже дали я еще не дали это дали подарил в нее не заглядываешь я и до нее еще не дошел не дошел что за вопрос такой вот мне недавно попала книга старообрядческая кудрина я просчитал в ней 200 кажется 80 страниц а я 350 пометок сделал только больше чем по одной пометке на каждой странице которые а теперь пропагандирую которые требуются другим батюшки дал и другим как это я не считал не мог где бы ты ни был ты должен одной рукой говорится ребенка качай а другой держи книгу и считай так можно расслабиться и ничего у тебя не будет у меня он куча лежит газет которые мы принесли здесь из музея в музее работает сестра наша ну и там газеты старые я из них набрал которые нужны статьи и помаляйку почитываю их новые данные получаются совершенно новые потому что у меня данные были уже устарелые я очень много считаю несмотря что в интернете идут там ролики скидывать дать на какие-то книги отзывы это надо делать нет бог так дал время и одновременно сейчас еще даже уехали ребята я насчитываю ролики один заряжая криво бока но все равно понятно у меня сейчас начали мы вопросы ответы озвучить это будет около полутора тысяч новых роликов и кроме того стихотворения у меня еще две с лишним тысячи и все равно это не подъемно не все равно помаленьку идет вперед каждый день до того спать охота выйду попрыгаю у меня тут есть вот такая вот штука подарила одна сестра ну я не знаю как она называется коврик такой с попурьками прыгать на нем ну по улице находить то не ходишь на сон проходит она вот это вызовы выступы небольшие как бы видать это ну точки точки на ногах босыми ногами то я на нем попрыгаю маленько сону идет нет пошел на улицу попрыгал походила опять вот если что-то делать этого достаточно тут надо считать с выражением мне ничего не остается как садиться на стул и закрыть глаза минут 15 дать полное отдохновение и так я вообще этого не делаю а когда насчитываю это раз пять в день надо так на мало то еще меда возьму чтобы маленько хоть мозги проветрить это очень непросто насчитывать чтобы у тебя было выражение ты проникнуться должен что там есть а там такое сложное получается и я нарушил после нарушения нарушает пост почти сто процентов даже не знаю как на мясо не ели нет конечно у нет и все считай по этому календарю нарушения не было но если хочешь чтобы у тебя постоянно было календаре дают я никогда на них не смотрю а поэтому у нас отпечатаны есть материал открой книгу ну возьми зайди в интернет и версии есть и сразу отпечатай это себе несколько лесков чтобы жена знала она скажет а я буду есть молотное мясо но это ее дело скажем отдельно варит а до мне и я не принуждаю ни к чему вот кстати насчет то что вы сказали гибким нужно быть а у меня наоборот как бы я не совсем гибкий я как бы и говорю как надо да если она вдруг там начинает мне что-то говорить но у нас получается что и уже строго говорю все уже по-другому никак ну не знаю понимаешь тут вариантов много и и моментов много вот нам кажется человек повесился самоубийство оказывается причин самоубийство насчитан около трехсот и способов покончить с собой кажется 78 вот так и отрава есть какая-то и повеситься и утопиться и что угодно так и здесь на спасение точно так же много способов что она не слушается в какой момент какое время погода влияет но тут ты должен ко всему приспособиться увидеть что именно где-то можно уступить а где-то не так что я твердо стою глупо она бывает острее меща жена в делах хозяйственных она может быть умнее тебя деньги экономные расходы и надо прислушаться но бывает никак вот я пошел храма на ней идет ты куда-то идешь да я собрание ну иди с богом ты благослови ее и бог там откроет вот так вот бывает она горяча сидела однажды и друг бог мне открыл она баптистка три года ходит он православие нас туда и он только молится за нее и вдруг я во время и она собрание не могла достичь я увидела горит комедию ломают они никто проповедовать по-разному я теперь уже считаю ты уходишь а я беру горит считаю тебя блаженна папиллахтов я увидел все не так я горда жена его что они положу он приходит домой она уже православная готовит время чтобы я приняла крещение это бог делает так ты ласка и и вниманием нам приезжают дети адваптистов адвентисты седьмого дня мы никого не заставляем молиться по православному никого я говорю как ты молишься а вот так вот руки ну так и делай но только за стол молиться ты стой так молись а мы так в храм ты ходить будешь потому что договорились родители а молись по-своему проходит две недели он молится крестится и все родители приехали юр когда ты совсем стал православный это он смеется тебя заставляли нет мне говорили молиться по-нашему я так и молился ну а потом я вижу что это очень хорошо эти как любовь главный движитель нам приезжает с новосибирска там была горюхина и профессор психологии приезжали живут в лагере и наблюдают ну как так ребенок наркоман наркоман 10 лет закончен наркоман и вдруг течение месяца ничего не остается как это и выводят главный движитель лагеря это тире любовь до слова божия нету с книги там любовь с большой буквы до кострого наказания любовь бог любящий мир потопил весь мир любящий бог людей под сожог вместе с младенцами садом и гоморру это тоже самый бог которому имя любовь и у нас это они увидели любовь многие не хотят признавать что бог такой карающий но в этом-то и проявляется любовь он заботится он называется страшный с большой боку страшный услыша нас давит говорит и поэтому надо согласиться с этим получается что и как бы священник не имеет права пост какой-то другой назначать другому человеку благословение давай что например он что-то там поел там мясо либо рыбу нет 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 единственное что он может разрешить растительное масло и немного больной желудок если вино вино там ну грамм может быть 20-30 не больше вот только это один раз в день допустим ну как лекарство которое врач прописывает он и у него власти нету никакой это написано в канона в книге правил это они уже хватили через край у него власти нету вот я сейчас ты в новосибирске тебе родной брат глава администрации краевой губернатор но ты пошел к нему ты можешь мне помочь квартир делать нечего я тебе сделаю тут квартиры раздаются пока такое потом получше он может а теперь скажи я хочу жить звездном городке чтобы в космос полетел в следующий раз извини меня у меня такой власти нету вот так и священники он через край хватает ему не дано и никакая пископ и епископ не может нету этого нету а где это написано феофана затворника люди из ищут для четыре причины не поститься и он показывает не основательно не основательно не основательно остается одна не хочу но когда умрешь тебя говорит дьявол потащит в ад хочешь не хочешь пойдешь все все 4 не основательно болезни говорит от этого люди больнее не будут а наоборот люди то болеют от переедания они тоже недоедали они больные вот я когда бываю это выступая но вот вы говорите так не ходить к врачам а сами то как? С чем болеете? Я говорю, понятия не имею. А что это такое? Болеть. Ну как? Ничего не болит. Ну, болит это естественно. 77 лет. Что спрашивают? 10 июня уже 77. Это отмирание организма. Деревья к осени желтеют, листья опадают. Пришло время нам освободить место для нового поколения. Ну и что? Я подписал уже все, завещание сделал. И каждый день готовлюсь. Подвожу итог. Ну, пока вам нельзя. Пока нельзя вам умирать. Да бог знает. Нельзя. Что значит нельзя? Павел, желаю разрешить и быть со Христом, что неслаблено, лучше. А вы для нас нужны пока. Ну, он это говорит. Говорит, на вас нужнее, чтобы я остался. Так, бог его знает. Ну, здесь-то, что готовится в этом мире, никому не пожелаешь захватить это. Да, это точно. Так, ну, получается, что мне не кается. Не нужно, да, в этом? Нет, ничего. Ты не нарушал, ничего у тебя нет. Нет, это не нарушал в этом. Ну, ты смотри, вот как у нас написано. Выполняй по этому. Никогда тебе не надо будет каяться. Открой Кристину Православию. Посчитай. А теперь открой его на нашем сайте. Найди его там книги. И там в книгах найди его в интернетной версии. И переведи его в Word. Переведи, скопируй. И отпечатай. У тебя на руках она будет. И все. И жене покажи, скажи, вот делай так, Лена. Ну, пошли тогда вопросы по Библии. Давай. Где в Библии написано, что мы должны жить в деревне, а не в мегаполисах? Где написано, что жить в деревне? В Библии? Ну, а где такое ты найдешь написано? Потому что городов таких не было. Ну, да. Косвенно хотя бы касается. В городе вот этот смрад будет. Я сошлюсь на Льва Толстого. Он говорит, хочешь развратиться, поезжай в город. Ты же понимаешь, что в городе. Ребенка выпустить невозможно. Живем все на чужом. Где об этом Библии? Где говоришь, чтобы не сморкали на пол, а в платочек нигде не написано? Ну, нет этого. Такие мелочи. Ты сам определи. Ян Златоуст говорит о превосходстве жизни. Ян Златоуст. И нравы мягшие у людей. И насколько все лучше. Вот недавно я, ну, недавно, год назад рассчитал. Говорит, а сейчас что-то коснется там, ну, военная ситуация-то. А тут мы едем в трамвае, в автобусе, и везде панно такое. И написано в случае того-то делать так-то. Готовились к войне. Вот. Год назад еще. Прямо везде все было об этом-то. То где там этажи? Вода-то будет. Давить будут, а воды-то нету. И слива-то не будет, забито будет. Все дерьмо потечет на нижние этажи. Там ни зайти, ни выйти. Тебе никакими заглушками не задержать. Там такое давление с этажей будет. Пробка машинок будет с Москвы 130 километров. Нужно объединяться человек по 100. Загораживать себя, где там вы едите. Оборону как держать. А в деревне еще не надо. Воду сейчас ударили, водоснабжения нет. Представь, воды нету? Нету. Ты через день завоешь. А у нас уже нету колодец. А вода высохнет. Глубже копать будем. Вот пруды сделали. Сейчас грунтовая вода поднимается выше. Так у нас грунтовая, это... В пруду-то вода-то, она вся питьевая, как в Байкале. И она... Там никакого слива, ничего нету. Вот. Туалеты сейчас... А туалеты свои, сортиры. Вообще ничего нет. В деревне всегда что-то есть. Там и картошка. Конечно, городские воровать кинулся в деревне. Ну, пока к нам доедут, так и... А можно ямку в таком месте выкопать, чтобы не нашли. А то все можно сделать-то. Ночь-то длинная, копай. Перенес туда и закрыл сверху дерном-то, никто не найдет. Ну, это не мой вопрос, это вопрос жены, поэтому... Она правила, тогда вопрос, правильно. Ну, еще сравнивать-то в городе и в деревне. Нравы другие. Сегодня-то и в деревне запилися. Ну, возьмем... Это у нас вы были, к себе домой приехали. Разница есть. Огромнейшая. Ну, да-ка, что там, говорит. Все свои ходим. Вот ночью надо выйти. Я пошел, гуляю в степи с товарищем. Один ли я хожу? Никакой нужды даже нету. И что здесь? Развесил, висит. Я только повесил, а жена... Я гляжу в окно. Там он подошел и снимает с прищепок. Я подошел, ты что делаешь? Говорит, тут два свитера, тебе одного хватит, говорит. А в деревне у нас нужды никакой нету. Повесь, забыл, так там будет болтаться месяц. Жена говорит, вот в Библии там жили в Иерусалиме, еще в других городах. Там же в городах жили. Вот поэтому и нам... А то, что уничтожено сейчас специально очень много деревень, специально, чтобы нас заселить в мегаполис, она не понимает, что мы здесь развращаемся и живем, как попало. Ну, хорошо. Хорошо. Заблокировали там немцы, другие блокады Ленинграда. Почти миллион умерло от голода. Которые в деревне-то были-то, жили, практически никто не умер. Зелень есть, трава, пень какой-то гнилой долбит, с травой мешает, все равно остались. Немцы там что-то делают, кожурки выбрасывают. Мы, говорит, собирали и ели. Вот и город. В город собирается только на погибель. Легче убивать людей там. А нет, там живет. Это то же самое, Игорь Тихонович, как у вас есть, сколько там, 170 опровержений, да, что нужно крестить полным погружением. Сколько у вас там штук насчитывает? 136. 136. И так и здесь. Столько плюсов в деревне и столько перечисляешь, она ни одного не может плюсов перечислить в городе. Говорит, цивилизация. Яйца ты покупаешь, ходишь? В деревне. Мы покупаем в деревне. У меня соседка, она сама инкубатор поставила, я говорю, а сколько у тебя, да я не знаю, 400 примерно, 400 цыплят. Ну, представь, 400, если одного возьми, бульон-то какой, ребятишкам-то сколько всего, так там еще кроме этого. А другая держит индюков, по деревне распустила гусени, админ табун, матушка держит пчелы. Все свое, все свое, не считая молоко, творог. Из него делают наши, сыр делают сами, сметана, сливки. Что сравнивают-то? Даже сравнивать нечем. У Игоря Барабаша, 36 крупного рогатого скота. Смотришь, опять заколол, вызвал, к нему там приезжает, который прям на месте забирает и повезли. У него деньги на руках. Каждую неделю едут в город продавать, а ты покупаешь. А он, он приобретает. Для него это заработок, валюта. Так мало того, еще у нас там, он там 180 гектар пшеницы. Ты можешь брать маленькую рушилку такую, которая со трубями особенно полезна. Сам для себя мели, делай, маленькая меленка, своя пекарня. То есть русская печь сделала. Вот у нас в лагере мы можем в день выпекать обыкновенный кирпич хлеба, который делал. До 100 кирпичей, свои. Иди купи. Я даже не знаю, сколько он стоит, забыли, когда брали. Мы все сами делаем. Сравни это ни с чем. Любая зелень. И тут и тебе и огурцы, и дыни, и арбузы. И ну все абсолютно в своем огороде. Ничего не покупать. У нас-то еще помидоры были. Два дня не походили, два больших ведра. Я на велосипеде везу полные два ведра. По 15 литров два ведра. Иди два ведра, купи помидоров. 30 литров. Еще сравнить. Рядом у нас озерко, рыбуку, сейчас Бальков батюшка привезет. Своя рыба даже, своя рыба. С прудами возишься, как интересно, да как интересно-то, какая красота. Ты в городе ничего этого не видишь. Даже сравнивать, что там, говорит. А тут человек догнивает там. Деревня-то красота. Трава по пояс. Сойду, пойду на полустанке, поется. А в городе куда стоять? И опять дымный город. И больше ничего нету. Опять маты, окурки. А у нас ничего этого нету. Вот я тоже не понимаю, как можно это не понять. Что тут понимать? Твоя... Держится. Вот, что я вопиет, что так хорошо. Своя баня. Тебя не ходить где-то там. Еще тебя закачают. Попарился. Венички свои. В прошлом году мы столько веников навязали. Даже не развезли. Я не дал вам. Забыл. Ничего страшного. Я всех награждаю веником. А иди, купи веник. В ванной париться, да? Да. И купи главное. И при том, все это бесплатно. Вот сейчас пойдем. Варенье какое варят. Пошли, черемухи набрали прямо рядом. Малины. Там клубники. Все свое. И все даром. Ну, пока не понимаю. Ну, что теперь сделаешь. Ладно, будем молиться. Следующий вопрос по Библии. Вот жители Мисса, да? Когда заглянули в ковчег, умерло там около 50 тысяч. Да. Почему Господь сразу первого человека не покарал, который первого это заглянул? Он бы, если 2-3 умерло, другие бы и не полезли. То есть он ждал, пока 50 тысяч человек умрет? Так, у тебя какая специальность-то? У меня? Да. Радист, связист. Ну, вот радист, связист. Когда режиссером у Бога будешь, будешь план ему давать. А ну что-то в этом сокрыто? Ну что сокрыто? 50 тысяч трупов валяется. А кто первый, второй? Зачем такие глупые вопросы задавать? Это Бог делает так. Потоп навел на всю землю. Сколько людей заглядывало, все умерли. Это Он делает. Это вопрос-то не ко мне, а к Богу. А к Богу вопроса не надо задавать. Он сделал так. И все. Наклонился ковчег, он захотел поддержать, Бог его убил. И все понимают, что дело, церковь не поправляется с человеческим усилием, как баптисты другие. Церковь отпала. Вот это ваша участь такая. Взяли за священство, епископа. А вот, когда царь стал, вошел к адилам покадить, Бог сразу проказой покрыл. А то вы за это беретесь, скажи. А у нас епископат идет от апостольских времен. Он законный. А это незаконные. Самозванцы. Дофанов и Руны Кореи. Больше объяснять нечего. Объяснил я уже сто раз. А им нравится-то, сказал. Ну и пускай до своего дня дотягивает. Ну я думаю, может какое-то толкование есть. Никакое толкование. Это были образы для нас. Толкования никакого не надо. За что их убил дофанов и Руны Кореи в ад живьем? Нет, нет. Я не про это. Я не про это, Гнат Тихонович. Я про это знаю. Я имею в виду, что 50 тысяч людей-то умерло. Или сами... Все вымерло, потому что смотрели, куда не надо. Там только первосвященник мог смотреть. Так, ну и следующий вопрос сейчас. Матфея 5 стихи от 1 до 12. Считай, что? Блаженные нищие духом. И что в этом? Еще непонятно. Смотрите, вот кем нужно быть? Всеми ими, то есть и нищим духом, и плачущим, и кротким, и алчущим, и милостивым, и чистым, и миротворцем. Правда? Правда. Если одно нарушаешь, уже не войдешь. То есть все скупе? Ну неужели по одному? Не, ну если плачущий, ибо они утешатся. То есть если ты только плачущий, ты все равно не войдешь. Правильно? Ну ты утешился в Боге, он тебя Бог пожалел. Он сказал, что я сын-то мой ко мне, Давид говорит, не вернется, а я к нему уйду туда. И он его утешил этим. Даже малейшую заповедь, одну из малейших заповедей этих нарушит, малейшие вот эти называются, а не малейшие, то есть только что данное-то. Малейшим нарисуется, то есть будет брошен в озеро огненное. Малейшим это не в Царстве Небесном, а в пришествии Иисуса Христа Царствием называется. Понял. Ну то есть надо все вот эти вот иметь черты характера, то есть плачущие... О них даже думать не надо. Если ты рожденный свыше, у тебя все это будет, тебе дается сразу, мгновенно. Господь творит человека, что сначала один глаз, год проживет, второй глаз дает, рот дает, потом через 10 лет ухо одно даст. Так не делать, Бог сразу творит всего человека. Так и внутренне обновляется, новое рождается, ему все теперь чуждое мирское отошло, а теперь это все в него вошло. Его не надо учить. Я только обратился, я у Бога попросил, я моряк, я работаю на корабле, служил в морфлоте, там железные нервы. И у меня слез нету, я попросил, Бог дал мне такие слезы дал, я сутками мог плакать. И притом о падении человека, о смерти, где вот именно там, где... Ну просто Бог делает это. Об этом надо просить. Я теперь понял, понял тебя. Ну и последнее, это вопрос... Не то, что... Нет, я вам задаю вопрос, но мне этот вопрос задал мой друг Артем, потому что он все время меня за причащение, постоянно мне говорит, что нужно срочно. Так вот, он говорит, что если ты два поста прошел, ни разу не причастился, ни разу не исповедался, то в чем тогда духовная жизнь заключается? В чем тогда что? Духовная жизнь, в чем тогда заключается? Если ты не причащился... Я не знаю, в чем она у тебя заключается. Он спрашивает, в чем тогда духовная жизнь? Принято так. Раньше было, вот князь Владимир, когда принял, и до Никона, причащались четыре раза в году, во все четыре поста. Если ты не причащался, ты был на севере где-то, не мог, но вернулся и сразу можешь причащиться. Причащиться, там, приготовиться, и как так? Причастие что дает? Жизнь. Кто не будет, есть плоти сына человеческого, не будет иметь в себе жизни. Не прощение грехов. Жизнь. Это животворение. Это как, ну, может быть, грубо так сказать, как кровь донора. Он почти каждую неделю причащается. Ну, это их дело. Если он готов, пусть каждый день причащается. Но дело в том, что они готовы идут, и многие больные, немало умирают. А они в этом думают, что что-то приобретут, недостойно причащаются. Ни каноны не высчитывают, ни на исповедь не ходят. А ты, если не ходил, ты неправильно поступил, ты должен пойти. У нас вот принято, если в течение года не был ни разу на исповеди, ни на причастии, на исповеди, значит, он выходит соглашенными. В течение года? В течение года. Ну, мы сами приняли, сами так для себя восстановили, и все. То есть у него что-то есть. Он идет на исповедь, потому что грешил и боится идти. Мы не к причастию толкаем. Нету. А которые... Ну, остальные все знают, пост идет, все причащаются, все до одного. Ну, он не может понять, если ты не причащаешься, в чем тогда, говорит, духовная жизнь, а в чем тогда она заключается? Ну, как? В жизни, в жизни, в любви, в деятельности, в благовестии, в духовном росте. А не в том, что ты каждую неделю причащаешься. А в твоей жизни в чем? Род разнил, это твоя духовная жизнь. Ты хоть один раз скажи, причащись достойно, что ты увидел огонь, который обжигает тебя. Тогда будет по-другому. А ты бестрепетно идешь, как будто сухой кусок сухаря откусил. Люди, которые готовятся к причастию, посмотри, как в каком они трепете, как они готовятся, как они идут, как молятся после этого, боятся плюнуть. А это так, он привык, ему даже нужны нет. Подошел, рот разнил, пошел, захохотал, семечки щелкает в этот же день. Какое это причастие? Он в осуждении ему. К этому надо готовиться. Это соединение с Господом в реальности. Так вот у меня как раз и есть страх, что я вдруг недостойно подойду к причастию. Во-первых, я только сейчас только храм, то есть приход только сейчас хотя бы увидел более-менее подходящий, где с батюшкой можно познакомиться. Вот, чтобы у него хотя бы исповедоваться и причащаться. Просто до этого я не мог даже найти. А кому-нибудь, вот к этим священникам, которые сейчас везде в храмах ведут литургию и все остальное, то есть я к нему не хочу подходить. То есть ты считаешь, что они недостойны тебя принять? Нет. Я понимаю, что у них есть сила, чтобы меня принять, но я думаю, что они за мою душу не радеют. Тебе зачем об этом знать? Ты за нее радеешься? Что ты ищешь себе крышу? Не крышуй себя этим. Он тебе будет радеть. А что тебе нужно от этого? Он имеет власть разрешать. Пойди на исповедь. Он говорит, власть всю данную не от Бога, да разрешишься от грехов. Иди и причащайся. Исповедуйся о всех грехах. Ни на кого не смотри. Только, конечно, в одном храме надо желательно к одному духовному отцу, а не так. Сегодня один, завтра другой. Так не бывает. Лещащий врач называется. Я пришел, а мой врач в отпуск, я подожду. Я так долго его искал, поэтому. Я не искал. Где я нахожусь, там и прищащаюсь. Я не достоин прищащать, а не то, чтобы священник меня не достоин принять. Я никогда не искал того, чтобы радея это моей душе, я должен на нем радеть. А то обо мне. На меня, обратите внимание, должен радеть. Это совершенно неправильный подход. Ты никогда не думай о том, любит ли тебя, любишь ли ты. Вот об этом заботься. Я неправильно выразился, Игнатий Тихонович. Просто мне нужен один, единственный священник, как духовный отец, чтобы он, ну, как бы я с ним мог общаться нормально. А не то, что за спиной у меня куча народа стоит на причащение и на исповедь. На причащение это не влияет. А про исповеди ты подойди последний, и никого сзади не будет. Если что, скажи, батюшка, отодвиньте людей, я хочу исповедоваться. Когда ты пошел с последней, а тут еще кто-то сзади подошел, и вплотную. Скажи, я отдельно хочу исповедоваться. Отгоните их от меня. Так это во время службы идет. Это неправильно. Служба это служба. А исповедь это исповедь. Это отдельно. Вот у нас кончилась служба, батюшка говорит, кто готовился, ты видел как. И после этого приходят по одному. Один заходит в храм, батюшка стоит посреди храма, а остальные там молятся, каноны считают в притворье. Вот так должно быть. Конечно, желательно так. А по-другому, ну я бы подумал, пойти к такому или нет, который совершенно вплотную рядом подходит. Тайной исповеди никакой и нет. Надо заранее договориться. Тебе надо так. Не говори, стань последней. Тебе задней, чтобы никто не давил. А кто-то подошел, ну пропусти его вперед. Тогда подойди. Ну вот. Поэтому для них вот причащение и исповедь это духовная жизнь, а все остальное не духовная жизнь. Получается так. Это не что остается из вращения, покривление всей духовной жизни. Там ничего тогда и нету. Где-то апостол Павел говорил об этом или нет. Нигде. Ни один святой об этом не говорит. Ни в одном месте писания этого нету. Они начали легкий способ. Это обольщение называется. Прелесть. Самая настоящая прелесть. Я рот разлинул, проглотил, а дальше пошел. А живет как варвар. Я вот писал, которые в интернете заходят, особенно с миссионерским отделом связаны, как будто бы даже это не люди. А какая темная сила надвигается. Они совершенно Бога не знают. Кстати, он тоже ходил, учился в семинарии, по-моему, чуть-чуть. По-моему, что-то вы задели там. Оно прям сразу, мгновенно выключилось. Да, что-то задел. Владимир Владимирович, ну у меня в принципе все. Я прошу вас молиться о нас. А мы молимся. Молимся вы о нас молитесь. Сегодня вот такая ночь бдения будет. У нас с десяти вечера будут читать Деяния апостолов на русском языке. Мы потеряевское там снимают. Здесь мы выставим. Наблюдаем внимательно за видеоканалом. И ты там все увидишь. Получается. Хочу к вам побыстрее. Ну вот молись. Молись, чтобы... Ну понимаешь, надо самому построиться. Ты еще об этом думай. Никакого дома никто не готовит. Вот сейчас приехал в прошлом году Иосиф. Он там небольшой домик построил. А Алексей, он только нынче начинает первый этаж. В прошлом году заложил фундамент. Скотина уже была, ухаживал. Ну тут был свободный у нас под гостиницу. Там его пустили. На зиму. Ну, Тихоныч, смотрите, как у меня чуть-чуть в планах, если Бог даст, как бы взять участок, да, у вас, и начинать уже понемножку строиться, а потом уже, потом уже переехать, если вдруг. А как ты один будешь строиться-то? Тебе хотя бы человека три было бы. Понятно, что будет. Ты таких крепких ребят возьми, чтобы были средства. Можно будет приезжать и тут заявление подадите. Вас уже знаем. Летом будете прожить, ездя. Летом всегда найдем. У меня келья в лагере есть где. Только всегда без простыни, никогда не выезжайте, чтобы были с собой две простыни, две наволочки и белье. Одеяло такое байковое, легкое, а которое теплое, здесь можем дать. Вот так. Подушки тоже есть. Матрас найдем. Конечно, матрас-то комками. Ну, растереби его, лучше будет. А хорошо умаешься, так на комках уснешь. Можно и на траве уснуть. А то жалуются, там комки какие-то, изнеженные какие. Святые на терновнике спали, как Исааки дал мацки. Ну, вот так. Значит, это правильный подход, правильный. Но тут должно работать. Без средств там делать нечего. Материалы, какие еще стоят, это заказывать. Там, соседние деревни, кирпич. Вот, может быть, если еще кто-то с вами будет, пожелает, это, а если наняли экскаватор, чтобы он проработал дня два. Вот я в прошлом году нанял, бульдозер, он две недели работал. Две недели. 110 тысяч отдал. 110. Вот дорогу проводил, и только за щебенку отдал 238 тысяч. Ну, понятно, что теперь из деревни выезд, нормальная дорога, и пруд получился. Это еще не все. Деньги бы нашел, если человек помог, мы бы тут около деревни, куда можно строиться с той стороны, пруд, восстановить заранее уже, чтобы там было, где и поливать, и все. Я-то там не живу, я делаю это не для себя, это. Мы же делаем все бесплатно, и Володя... И вот сейчас один недавно познакомился, Калиников, и уже там в течение полсуток прошло, он уже по Теряевке. Я ему сразу считал, когда разговаривал с ним-то. Ты или выезжаешь, или никак. И он тут же выехал. Он, говорят, мягко стерет, да жестко спать. А у нас наоборот, мы жестко селим, а мягко спать. Тебя никто не встретит. Идти 20 километров по шпалам. Он согласился. Когда согласился, тогда дали указание, нашли машину, за ним приехали. Ну, возьми. Сначала пугаете, да, сначала? Люди-то не знают, конечно. Мы говорим, если машины не будет, чтобы не надеяться. Но погода позволила. Как раз приехал Кирилл. С ним поговорили. На мотоцикле холодно, Витя не может поехать. Подумали газель выгонять. И уже приехал, все, утром он уже на завтраке у нас. Молодец, молодец. Как он так быстро так все решил вообще, и без плана. Странно. Мы разговаривали в обед. А он уже к утру был у нас. Из Омска. Это не рядом. Невероятно, да. Не каждый так бы смог. Не каждый. Только так. Вот я, это мой характер так. Делать и делать сразу. И не оборачиваться назад. Ненадежно, кто говорит, выйди, взялся за плуг и оборачиваться назад. Интересно. По-славянски взявши рало. Рало. Рало, это плуг. А у нас мама спрашивает. Мама, ты считаешь по-славянски, что такое рало? Ну, еще такое. Это вот пошел из-за Христов. Крыло-то назад не вороти. Рало-рыло-то похоже. Ну, правильно смысл-то. Она ухватила весь этот. Ну, вот так. А вы когда поедете, Кнатолий Мальчик, в деревню? Вот когда деревня. День деревни 15 мая. 15 мая. На Пасху я стою здесь. Ну, Пасха сегодня уже ночью. Кое-кто поехал туда, поедет ли. А вот на день деревни-то, ну, тут нужно еще забросить туда людей. Поехать пораньше хотя бы на один лагерь там подготовить-то. Ну, им сейчас втроем-то легче. Может быть, там и Витя иногда поможет. Ну, с Богом тогда. С Богом. Так, мы все выставляем, записываем, не против? Нет, не против. И вы всегда сами говорите, что не против, чтобы я вас не допрашивал. Хорошо, Игнат Иванович. С Богом. С Богом. Будь помягче. Спасибо. 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 Продолжение следует...